Мы можем законно апеллировать, собственно говоря, к, ну, группой формулы стокса, просто говоря о том, что не та главность, которой у нас не было, мы заработали. Это, собственно говоря, такое первое рассуждение. Значит, второе рассуждение может быть таким, но, опять же, значит, оно требует чуть больше, оно требует чуть больше аккуратности, но глобально примерно такое же. Значит, смотрите, ну, что мы с вами, значит, по сути дела, по сути дела, для того же там круглые кольца мы доказывали просто явно триангулируемость, правильно? Ну, и сводя к Леме-Курсане. Ну, более-менее очевидно, что из-за произвольных циклов это делается примерно так же, но только требуется сильно больше войней, но с тем, чтобы соответствующую триангуляцию у нас все аккуратно поставить. Ну, а сейчас в качестве задачки я дам такое рассуждение, значит, я его детали производить не буду, вы, в качестве такой симпатичной задачи, я думаю, что легко сможете сделать сами. Значит, ну вот, да, имейте в виду, что у вас уже с вами есть терема разложений функции в реакторе Лорен, единая с БКШ, есть терема в реактор-эффициент, опять терема любви. Так? Значит, вот, соответственно, я хочу привести некое рассуждение, которое я на самом деле даду задачи, вот, ну, а основная задача будет восстановить, восстановить детали, я не помню, по-моему, мы не успели это дело обсудить, в прошлый раз, если успели, то сразу тормозите, но и не дальше, но, по-моему, не успели. Вы ставите детали в следующую рассуждение. Значит, рассуждение, ну, собственно говоря, мы хотим, собственно, следующее замечательное рассуждение. Значит, у нас есть, как произвольное, ну, давайте даже вот так вот открытое множество. Открыть ряд С. Дальше, у нас есть какой-то гамма, гамма цикл Момина, и мы знаем, что гамма гомологична нулю относительно Омита. Значит, что это, я думаю, что это означает, что из относительной точки А гамма равен нулю для любого А, лежащего вам С минус Омита. Ну, то есть для любого, для любой точки дополнения индекс равен нулю. Индекс мы упадем. Значит, вот такое утверждение. И это, тогда отсюда следует, что для любой функции Ф, естественно, головомогична ламинга, значит, выполняются следующие два условия. Это первое условие, которое вы хорошо понимаете. Интеград по гамма цикл Момина равен нулю, на самом деле, по теорему Каши. Ну и, фактически, формула Каши, которая нам говорит, что единица, деленная на 2 и интеград по гамма, это, след за делом, деленная на С минус Омит. Вот такая замечательная штифовина, она просто-напросто совпадает с индексом относительно точки А гамма умножить на F от А, ну, и это верно для любой точки из Омита. Ну, такая уточненная из Омита, естественно, минус гамма. И это верно для, значит, ну, такой аналог, такое обобщение, собственно, формулы, интегральной формулы Каши. Ну, если в качестве цикла берется просто окружность, то мы получаем ровно то, что у нас было, и что-то так. Ну, и с первого функции сразу видно, что все наши утверждения про интегральную формулу Каши и так далее, про интегральную материну Каши, естественно, все это переносят на произвольные области, ну, лишь бы было можно это делать. Значит, вот, значит, в каком рассуждении? Значит, вот это утверждение, а рассуждение следующее. Значит, рассуждение, которое вы должны установить, оно следующее. Значит, давайте мы рассмотрим такую функцию G, определенную на Дегартовом квадрате Омита со значениями в С, ну, это, собственно говоря, ровно то, что нам нужно. То есть, G от Z, W, это будет номер F от Z минус F от W, деленное на Z минус W. Вот такая функция двух переменцев. Значит, ну, естественно, это прийти, значит, если Z не равно W, и, соответственно, G от Z, это, естественно, на 4 от Z. Значит, вот, давайте такой, ребята, определим, значит, что надо про него проверить. Значит, что утверждается? Значит, утверждается, что, значит, G непрерывно. Это первое. Ну, тут, наверное, как-то проверять нечего. Значит, а что стоит проверять? Это стоит проверять такое отображение, что, значит, вот такое отображение W переходит в G, Z, W, ну, собственно говоря, для любого фиксированного Z, да, значит, для любого Z, вот это отображение главного. Это главного. Ну, и теперь вы берете и проведете элементарную совершенно речь. Значит, ну, давайте мы с вами просто определим, через такую функцию, например, будет H летает на следующем образе. Можем в В, это будет, например, B, G, Z, B, G, Z. То есть берете вот такую штуку и ждет. Значит, значит, вот так мы функцию H определим в Омега. И если функцию H при W лежать, значит, если у меня для всех еще таких W, в Омега, которых индекс 1, W, гамма равен 0, давайте, ясно, что, значит, сюда попадают все очень далекие точки, правильно? Ну, а дальше уже на сколько сможем подобраться? То есть ясно, что мы залезем, ясно, что вот такие точки W, они залезут в Омега, ну, вот на сколько-то. Значит, вот здесь я определю, значит, вот для всех таких уголевая, я эту функцию определю с очень простым способом. Это будет просто инфиграфт у грамма. Ну, это, соответственно, H, D, H, D, H, D, H, D, W. Значит, вот, значит, давайте посмотрим, значит, вот у нас появилась такая функция, которая на самом деле определена теперь на всей комплектной позиции, согласны? Значит, гамма у меня лежит целиком в Омега, правильно? Гамма у меня лежит целиком в Омега. Ну, значит, заведомо, вот, значит, вот эта функция у меня определена в Омеге, значит, тут у меня все хорошо, а, то есть у меня даже получается некоторое перекрытие, правильно? В области этой территории. Но при этом оно хорошо согласовано, потому что если у меня точка W попала в Омега, поклала в Омега, но, соответственно, еще там, где индекс правильный, то совершенно понятно, что эти два интеграла просто совпадают. По ветвине индекса. Потому что когда я буду здесь интегрировать вот в G, когда я буду интегрировать вот этот постоянный кусок, когда вы интегрировали постоянный кусок, он выбранник и останется чистый индекс. Ну, я интегрирую вот эту шнурку по Z. Значит, вот эта штуковина у меня останется, и это будет вот тот интеграл, а теперь, когда я сижу в тех значениях, в тех точках W, где индекс равен нулю, я про W у меня как там, данный, потому что я интеграл просто DG 10 на Z минус W по гамма. А это просто в точности индекс. Поэтому там, где я сижу в Омеге, но индекс еще ноль, эти интегралы совпадают. То есть поэтому я на самом деле вот эти два интеграла осознают единую функцию во всей плоскости. Так? Более, иначе не более, а то ясно, что эта функция головмошна. Почему? Ну просто потому что вот этот агрегат головмошный. Я понял, что головмошный агрегат вы определенного параметра. Руками за копейки проверяется, когда выходит задачу, да? Руками за копейки проверяется, что это головмошная функция. Вот. Что получается дальше? Теперь смотрите. Итак, H у меня функция головмошная всюду в комплексной плоскости. Теперь давайте посмотрим, что будет с H в бесконечности. Ну, она сочиненностью стремится к нулю. Просто потому что гамма это компактная штуковика, когда W стремится к нулю, этот интеграл просто стремится к нулю. Восприятие в качестве ноль. Мы вспоминаем те революрии, которые мы закончили в прошлый раз, что здесь головмошная целая функция, ограниченная. С ноль на бесконечности. Сейчас константа. Ну и более того, раз она ноль, то есть константа равная нулю. Правильно? Потому что в этой константе это и есть, так сказать, потенциальный теорусский коэффициент с нулей, там больше ничего не остается. Сейчас ноль. Значит у меня получается, что вот этот интеграл просто аж детственно равен нулю. А когда здесь нравится нулю этого интеграла, оно немедленно приводит нас ровно к этой форме. Мы только вместо а думали надо писать. Ну и последний шаг из этого константа надо уже, я думаю, все совсем просто. Ну собственно, достаточно перейти от функции к такой функции, например, к подходящему а. Но постановите все необходимые детали в этом и существует. То есть вот это, наконец, доказательство теорема Каши, причем уже в совершенно общей форме, в совершенно общей форме, вот, пожалуйста, с произвольным циклом. Значит, что у нас? Да. Еще раз, я к неопределению этапа для меня. Значит, у нас есть вот это, ну, я нарисовал область, это Омега. Где-то в Омега у нас лежит какой-то цикл. Вы можете там из детки привык стоять. Вот это все главное. Значит, во всем Омега, во всем Омега у меня находился даже вот таким интегралом. Значит, он хороший, потому что вот это отношение всюду непрерывное и, ну, при другом параметре, по другому параметру он был вам дальше. Теперь я говорю, что я хочу написать вот этот интеграл, но формально говоря, значит, я его и не прав написать в Е. Я его и не прав написать вне ГАММА, ну, для любой точки-то полига вне ГАММА. Но хочу я его пока написать, хочу я его пока написать. Только для точек, лежащих там, где у ГАММА синдекс, ну, в тех точках, где есть равен 0. В частности, всюду вне Омега. В частности, всюду вне Омега. Значит, у меня получается, вот, теперь я утверждаю, что если я вам оказался вот здесь, то есть в точке Омега, но, так сказать, как бы во внешней, в неограниченной компоненте дополнения к этому циклу, то, значит, такая компонент всегда одна. Правильно цикл? Это компакт. У любого компакта вы берете к нему дополнения, у вас есть не более чем счетное число ограниченных компонентов, где орда неограничены. То есть, если я оказался вне ограниченной компонентной дополнения к этому циклу, вот здесь, то я вот так знаю, что эти два интегралы просто совпадают. Почему? Ну, просто потому что я пишу вот это, я пишу вот этот интеграл. Это, видите, интеграл вот в такой штуке. Но, хорошо, вот эта часть у меня осталась. Дальше, а вот здесь я выношу, это вот W, это констант, я ее выношу снаружи, но это просто интеграл дз минус W по гамма. А это просто есть индекс ГАМА относительно точки W. А я сижу в точке, где индекс равен нулю, сижу снаружи этой штуковой. Но, абсолютно получается, что эти два представления вот здесь совпадают. То есть, таким образом, вот этот, ну, можно считать, что вот этот интеграл, так сказать, во ней и вот такой интеграл снаружи, определяет единую угломостную функцию. Ну, почему угломостную, вам надо проверить. После этого функция оказывается на бесконечности равной нулю, ну, значит, теперь мы же увидели эту константу, причем константа равна нулю. Ну, все. Значит, ну, вот такое рассуждение, значит, вот я достал, на самом деле, так получилось, что я его нашел, в общем-то, сравнительно недавно. Вот. Ну, вот оно появилось, как не смешно, в, там, вот, увлековано в 81-м году это рассуждение, появилось все равно праздник великанского мотопического, такой Диксон. В общем-то, очень симпатичное рассуждение, и самое главное, в общем-то, оно, в общем-то, оно, оно действительно чисто видим на базе локального комплектно-аналитации. Интересно то, что, в общем-то, факт, скорее, конечно, какой-то такой геморгический природой доказывает это абсолютно такими очень копеечными локальными комплектно-аналитическими аргументами. Чуть позже, в принципе, это рассуждение, оно людям понравилось, вот, но чуть позже, я, ну, уже в 91-м году, в анализе на склемации, значит, придется небольшой текстик, где еще там люди пытались как-то почищать детальки какие-то, здесь аккуратно всплывали в ветерную. А можно просто сказать, что оно, а я не помню, а как вы доказывали, если допустимо, что индекс у вас, если вы не пересечен кривую, там, если все хорошо? А, значит, мы, значит, что у нас он постоянен там, отсюда. Мы доказывали его, что очень просто. Значит, мы его сразу, мы его, так сказать, подговорили, что, значит, он связан вот с интегралом, вводили интеграл ДНИЧКО на ДЗ, ну, сам, да, по кривой, а дальше мы просто-напросто говорили, что мы посмотрели на то, что у нас получается с функцией, ну, то есть у нас есть, значит, если мы сидим в какой-то одной компоненте, то, ну, берем, ну, пусть у нас есть точка, значит, у нас нужно посмотреть интеграл ДНИЧКО на ЗМИНУСАН и ДНИЧКО на ЗМИНУСБ. Мы говорили, что если мы возьмем, значит, вот две точки, как-нибудь между ними, значит, прорисуем разрез, ну то более-менее в области во всей плоскости именно в такой разрез у нас заветом будет существовать ветвь, У нас будет существовать беломощная версия логарифма Z-A на Z-B, и это комплексное первообразное для этих функций. То есть всё это дело мы играли, а раз комплексное первообразное, то есть играло не зависит от пути, и, собственно, играли мы ровно на этом. Вот, значит, это вот что касается, ну, что после этого нам остаётся вспомнить, чтобы у нас уже был полный комплекс, что называется, рассуждений про тянем украши или вокруг нее. Но, безусловно, нам остаётся зафиксировать с вами одно утверждение про, ну, так называемое, допустимые области. Ну, там очень часто будет нужна теорема, ну, и, соответственно, формула каши интегральная вот в такой постановке. Значит, я быстренько напомню. Значит, у нас есть G жардановая область, ну, естественно, с упрямляемой границей, естественно, с упрямляемой границей. Дальше у нас есть ещё какой-то набор, ну, давайте я здесь поставлю G0. Значит, у нас ещё есть набор жардановых областей, G1, Gn, тоже жардановые, значит, границы G житых тоже упрямляемые, и, значит, с такими свойствами, что G житые, эти напрасные, G0, и они с замыками не пересекаются. Замыкание G житых пересечётся. Какая-то пусто, напряжение не равных К. И в качестве областей G предлагается взять такую конструкцию. Это, собственно, G0 минус объединение зажитых замыками. Ну, так сказать, простейшая, наверное, простейшая многосвязная область. Значит, ну, собственно говоря, понятно, что в качестве положительно ориентированной границы G в этой ситуации мы понимаем, что, мы понимаем такой цикл, это положительно ориентированная граница G0 минус сумма положительно ориентированной границы G житая. Значит, ну, вместо этого вспомните, как мы при жардановой области будем определять положительно ориентированную границу на границе. Ну, у нас есть теорема Жардана, которая утверждает, что плоскость разбивается на, собственно, области на её дополнение. То есть на два открытых множества, для которых это что-то является границей. И более того, такое в ней несложное дополнение состоит в том, что... Ну, ясно, что индекс относительно любой точки А, лежащей вот здесь, относительно границы области G, ну, ну, как бы я эту границу не ориентировал. Вот. А... Ну, это просто из тех же наших интегральных соображений, да? А такое дополнение к теореме Жардана состоит в том, что индекс, относительно вот точки В, вот здесь, это плюс 1. Ну, вот, положительные ориентированности принимаются такой выбор, такой выбор, когда индекс внузии равен плюс 1. Значит, можно показать... Значит, можно показать... Ну, давайте такое упражнение, что если граница G, ну, хладко... Ну, хотите, я вам, я не знаю, С100 напишу. Ну, то есть гладко. Пишу сначала гладко, а потом как угодно. Ну, как угодно. То надо показать, что такое определение совпадает, ну, с таким стандартным определением, связанным, ну, хотите, просто с касательным репером, да? То есть там совпадает со стандартами. Определение положительно ориентированной границы совпадает со стандартами. С стандартами я понимаю, ну, если мы берем, рассматриваем гладкую кривую, например, гладкую гладкую госкоп, нам надо, чтобы у меня, этот самый, чтобы у меня реперр флины под ней гладко ехал, мы попробуем соглопать. Вот. И положительная ориентация, значит, положительный реперр у флины, естественно, право положительно ориентированный реперр, первый вектор которого идет по условия прокатательной. Значит, вот мне нужно, чтобы нормально смотрела внутрь. Ну, или как это принято говорить, область слева, да? О, к сожалению, здесь в том, что для гладких областей это состоит одно с другим, одно эквивалентно другому. Вот. Ну, и, значит, соответственно, в данной ситуации что мы получаем? Мы с вами получаем, что если у нас есть функция f, которая гламорфна, где, ну, давайте, в замыкании области g, вот такой, ну, то мы хорошо понимаем, что интеграл по положительно ориентированной границе f, которая равенную. Значит, сразу же усиление, и сразу же усиление. Усиление следует следующее. На самом деле, достаточно считать, что функция f голаморфна в этой области и непрерывна вплоть до границы. Ну, тогда то же самое. То есть, на самом деле, требование в такой все время корши об интеграле по границе области, чтобы была голаморфнасть запасом, являетесь лишним, бегает его. Достаточно просить только интегралюбность кислой биброид и неполомостности в нахрине. Вот. Ну, это, пожалуй, первое наблюдение. Ну, и второе наблюдение, которое тоже сразу нам надо здесь зафиксировать для себя. Оно состоит в том, что если у нас с вами... Ну, то есть, мы пока догадали вот в терминах, ну, фактически в терминах индекса, ну, очевидно, что эта же теорема перефразируется следующим образом, что если у нас есть функция f голаморфная в какой-то области g, и если, в любом случае, в области g есть пара путей на гамму сигмы, это пути g, причем гомодотные в этой области, то интегралы по интегралу, то интегралы по гамме, то интегралы по гамме, то интегралы по сигме. Ну, понятно, что смысл этого упражнения то есть тот, что я должен из, так сказать, ну, соответственно, гаммы сигмой либо пути с общими концами, Но тогда я из них, каким-то хитрором тогда, очевидно, что из них составляется какой-то цикл, да? И доказываем, что если я составлю цикл из двух путей, гомотопных путей, то этот цикл будет уголовить чем нулёс на сигмной области. Ну и, соответственно, если гамма и сигма – это замкнутые пути, ну, замещаются, значит, просто они, так сказать... Я тогда должен взять, ну, соответствующий просто цикл гамма, там, минус... То есть тогда это какой-то цикл, но это какой-то цикл. Ну, беру просто их равность, гамма и минус сигма получают. Снова этот цикл нужно доказать, что если гамма и сигма были гомотопны, то, получивший цикл гамма и минус сигма, будет уголовить чем нулёс. Вот. Но это, как бы, это упражнение немножко из другой жизни. То есть я думаю, что вы все с ним легко справитесь, просто можно посмотреть на определение и всё. Вот. Ну, очевидно, отсюда вытекает, что, ну, если же односвязанная область, то, понятно, любая следующая пара путей, там, в общем, в конца, ли гамма и гамма, значит, тогда мы можем тоже говорить о равенстве, ну, равен для интеграции. Значит, это вот тоже, значит, и ясно, что как только у нас появилась сама теорема Каши вот в этой формулировке, то для таких областей автоматически появилась что? Автоматически появилась интегральная формула Каши, автоматически появилась форму Каши для производства. Если вы вспомните, то она же доказывает, что у него устроено так, что нам было совершенно не важно, что объемлющая область – это круг. Кого, конечно, объемлющая область брался только потому, что мы для него умели доказывать, собственно говоря, теорему. Так что сейчас мы ее умеем доказывать в общем случае. То есть, а так вы видите, что есть несколько доказательств, каждое из которых достаточно короткое. В ближайшее время, наверное, я какой-нибудь текст все-таки соберу и его вам как-нибудь перешлю. Ну, желающие там смогут прочитать. Я как-то для комплектности приложением, дополнением вставлю. Ярное рассуждение с циклами. Потому что оно так немножко… Ну, оно немножко поучительное. Хотя вот эти конструкции чисто комплектно-аналитические разрезы, вот это доказательство Диксона мне нравится намного больше. Потому что, опять же, чисто… Ну, давайте так. Если бы хотелось совсем сэкономить время, то вот надо было говорить ровно то, с чего я начал сегодняшний день. То есть, как только мы доказали гладкость, то достаточно апеллировать просто к стокусу. Хотя, понятно, что там случилось бы только для интеграции по границе, а еще от этого нужно, ну, какие-то слова говорить, чтобы получить все эти нужные формы. Значит, ну хорошо, поехали дальше. Значит, а дальше, например, поехали вот куда. Значит, мы с вами уже начали… У нас уже была с вами теорема Верштрансса о локально-разномерной, сходящейся последовательности гломостной функции. У нас уже с вами… У нас уже с вами возникали, и возникает перед интегра. Значит, ну, мы с вами говорили, что любая функция гломостная, соответственно, в круге. Ну, а на самом деле сейчас можно сформулировать, что здесь функция гломостной какой-то области, то в любом круге попавшему углу гломостной представляется, ну, степенным рядом, и для двостепенного ряда мы умели с вами считать коэффициентом. Правильно? Это было. Значит, ну и теперь давайте немножко посмотрим чуть более общую конструкцию. Значит, давайте просто запишем какой-то степенной ряд. Ну, хорошо, давайте один раз там изгибаем. Вот как здесь. Вот так. Хотя, по большинстве случаев, у меня эта точка зать ноль будет просто эпипаника. Ну, вот, значит, что мы с вами хорошо понимаем? Мы с вами хорошо понимаем, что это ряд из гломостной функций в равен очередным образом. Поэтому лучше, если он где-нибудь во камере равномерно сходит, там он, наверное, будет сходить из гломостной функции. То есть, а именно что? Значит, что мы еще можем легко увидеть? Мы еще можем легко увидеть такую штуку. Значит, что если этот ряд сходится, ну, в какой-то точке будет z1, ну, то за это он будет сходить, и то в круге с каждой точке z0 и радиусом z1 минус z0, у нас будет локально разомерность, как минимум. Локально разомерность сходимости, как минимум. Откуда вытекает? Ну, вытекает, так сказать, из очевидного мажорирования, собственно говоря, сходим, ну, хоть там, хоть простейший признак сходящих сходимости ряда, да? Оцениваем по модулю. Ясно, что в игру точке внутри этого круга он оценивается. Вот этим оно сходится. Правильно? Вот. Значит, таким образом для этих конкретных рядах естественной его сходимости является круг. Ну, давайте я напишу тоже такое простенькое упражнение. Отчасти оно тоже звучало. Отчасти оно тоже звучало. Значит, упражняется и в следующем. Значит, пусть нам дадут такой степенный ряда. И давайте я напишу вот такое число. Значит, R, то у нас будет единичка зеленая на верхний причем. Значит, N уменьшит бесконечности. Сходнее вне степени измужеляет. Значит, утверждается, что в круге с центром точки Z0 радиус R сходится, ну естественно, локально равномерно. Ну, то есть равномерно на нулевом компакте внутри. Вне, ну давайте, вновь, C минус замкнутый круг расходится. Ну а что происходит на границе, возникает большой вопрос. Да, значит. Да. А что происходит на границе этого круга, это некий вопрос. Ну и, собственно говоря, сейчас первое, пожалуй, что мы с вами сегодня обсуждали, ну, доказывать здесь, ну, мягко говоря, нечего. Это упражнение, которое доказывалось там вещественного анализа. Значит, примерно так же у вас определялся интервал сходимости для обычных рядов, степенных рядов вещественных случаев. Ну вот, собственно говоря, сейчас мы быстренько придем к утверждению, которое, наконец, прольет свет на некоторые чисто вещественные проблемы. Но вы помните, что в вещественной ситуации у вас могли быть какие... Значит, что у вас могло... Ну, понятно, значит, если у нас есть ряд вещественных эксцентрений, мы считаем, что x0, x все вещественные, а не вещественные числа, то у нас получалось что? У нас получалась сходимость, ну, локально равномерная на интервале, да, там, от x0 минус r до x0 плюс r, сходимость вне этого интервала. Ну и вы хорошо помните, что была масса примеров. Значит, у вас могла быть сходимость в обоих концевых точках, могла быть расхотимость в обоих концевых точках... Ну, и на молодой могу быть в какой-нибудь концевой точке условная сходимость, могло не быть... То есть, в принципе, были возможны были на ней все варианты. Но было совершенно непонятно... В каком-то смысле слова... Ну, вот, что происходит? Особенно, как-то вот... У некоторых эмоций всегда вызываю среды, у которых вот, в обоих концевых точках, все хорошо. Но он сказал, что мешает? что мешает этому ряду продвинуться дальше, он говорит, ну понятно, формально, да, сходится, но вот что происходит. И вот это мы сейчас с вами, значит, именно это, что мы сейчас с вами и пройдем, ну, а это проверка, значит, упражнение, так сказать, остается достаточно простого, вот. Ну, а для того, чтобы нам понять вот такую конструкцию, надо будет понять очень простую вещь, очень простую вещь. Значит, ну, давайте мы с вами дадим такое определение просто. Значит, у нас с вами, значит, давайте, у нас есть какой-то круг. Дальше. У нас есть, значит, функция головношного круга. Значит, и мы с вами возьмем и просто-напросто, значит, будем смотреть на точки окружности. Ну, а здесь какая-то, давайте, точка В, лежащая на окружности, значит, и эту точку мы назовем правильной. Значит, правильная, ну, для этого. Если, значит, ну, давайте так, существует, ну, какой-нибудь круг выше руля, существует какая-нибудь функция мифи-доломощная в круге с точки В радиусером. Вот. Фи в кружочек. Ну, естественно, такая штуль, фи суженная на круг с центром в кружке А радиусером совпадает. То есть вот здесь она, то есть есть головношная функция в кружочке каком-то, которая здесь по пересечению совпадает. Ну, если эта точка правильная, ну, и особая, особая, это если не правильная. И особая, если не правильная. Ну, такая достаточно единственная градация. Ну, и теперь мы с вами пытаемся сделать следующее утверждение. Значит, пусть у нас есть, пусть есть степенной ряд. Давайте сумму позначим через Э. И пусть у нас есть круг сохранимости. Ну, вот давайте я... Ну, хорошо, тут... Ну, меня, конечно, это немножко не радует. Давайте я здесь напишу С, а здесь я напишу А. Значит, она... Вот это круг сходимости. Круг сходимости. То есть, Э это то самое Э, которое находится из формулы Кашель-Дома. Значит, я утверждаю, что существует точка В. Значит, что существует точка В. Наградинская. Особая для Э. Особая для Э. Значит, ну, собственно говоря, как это доказать? Значит, показаться нам тривиальнее. Предположим, аппаративно, что любая точка В правильная. Возможно, что любая точка правильная. Давайте тогда рассмотрим... Ну, собственно говоря, значит, когда для любой точки В на окружности существует... Существует... Ну, давайте, какое-то ролик. Поставлю здесь рост индексом В. Существует функция Фи с индексом В. Ну, собственно, такая, что Фи с В от С. Попадает С от В. Из-за лежащих переключений наших кругов. Значит, ну, тогда я могу сделать очень простую штуку. Я тогда буду... Значит... Я хочу тогда определить функцию, условно говоря, Ф1 от С. Значит, которая определена где? Которая определена при З, принадлежащих нашему кругу. А плюс объединение по всем В, вот этих вот кружочков. Значит, эта функция понятна как определяется. Она определяется как R, если З принадлежит исход большому кругу. Ну, и Фи В от С. То есть, З принадлежит к кругу. Соответственно, то, что В равенца Ру В. Значит, ну, вопрос, почему это хорошее определение, корректное. Ну, для этого нужно вспомнить... Значит, еще нужно вспомнить теорему единственности для головоносных функций, которую, по-моему, забыли сформулировать, да? Было такое, кажется. Ну, давайте быстрее довернемся. Да, по-моему, забыли. Значит, ну, собственно говоря, теорему стоит следующим, что, если у меня две головоносные функции в области функции совпадают в этой области на множестве, имеющем хотя бы одну предельную точку, то они совпадают, то они совпадают. Это вытекает из такого свойства, что угломосные функции... Ну, давайте так, что угломосные функции не может быть не изолированы как нулей. Что все. Значит, ну, это легко проверить. Значит, давайте посмотрим. Пусть у нас есть какая-то головоносная функция, ну, давайте, в ответности точки. И мы знаем, что в этой точке она принимает значение 0. Так? Значит, функция голомосная. Значит, у нас есть в этой точке разложение реакции лора. Значит, из того, что функция принимает значение 0, вытекает, что первый коэффициент в этом разложении равен нулю. Ну, возможно, равен нулю еще второй, тридцать, четвертый, пятый. Ну, сколько? Вот. Ну, ясно, что судя на то, что если функция не против действия 0, то в этом разложении будет первый ненулевой коэффициент какой-то. Значит, наша функция будет иметь 2 нулю ряд тридцать центром этой точки. Он начнет со складаемого z минус, там, a в какой-то степени n. Если вы это первое вытаскиваете на улицу, то у вас получается z минус n умножить на какой-то еще, ну, тоже на какой-то ряд тридцать центром этой точки. Правильно? Ну, на степенный ряд. Который заведомо, ну, вот в этом трех курочке сходится. Значит, у вас получается, что вся как бы вопросная функция, имеющая в точке 0, она должна записана, как произведение z минус a в какой-то степени n умножить на функцию уже не обращение имеющей нулей на две точки. Ну, вот отсюда уже вытекает, что незаверенных нулей дает него. Значит, попробуйте это доказать в качестве такого, достаточной степени простого утверждения, да, значит. Ну, и, наверное, полезный термин. Полезный термин – это порядок нуля. Ну, собственно говоря, порядком нуля и называется, ну, вот эта вот самая большая степень z минус a в, ну, степень n, ну, которую можно вытащить. Ну, или другими словами, вспоминая формулы Трилора, то есть, что порядок нуля – это такое число n, что n минус одна производная в этой точке обращается в ноль, а, соответственно, n-ая производная не обращается. Ну, это я проговариваю быстро и на это время под конец запишем. Вот. Ну, а здесь из теоремы единственности, из теоремы единственности, значит, так, как доказывается, собственно, как доказывается теорема единственности? Теорема единственности проще всего доказывать следующим образом. Итак, у нас есть, ну, вот это давайте я на пальцы словах идею проговорю. Итак, у нас есть две функции гламотные, ну, или, так, есть гламотная функция, которая обращается в ноль на некотором множестве, имеющем предельную точку области. Значит, мы хотим доказать, что эта функция – это рождественная ноль. Значит, мы будем это доказывать. Давайте мы рассмотрим множество всех точек области, в которых, собственно говоря, эта функция обращается в ноль. Во-первых, это не пустое множество сразу же так, потому что дальше, значит, что у нас там еще есть? Ну, надо проверить, что оно не пустое, а то это замкнуто, правильно? Ну, это вот, ну, замкнутое понятно. Может, если у вас на насходящийся последний точек обращается в ноль. Может быть, множество, в которых функции все ее производные обращаются в ноль? Ну, совсем уж все производные. Зачем? Зачем? Ну, казалось бы, тогда ясно, что такое множество будет там, ну-то. Значит, смотри еще разу. Значит, давайте смотреть еще раз. Окей. Ну, тогда, наверное, все-таки надо проговорить. Значит, у нас есть G некоторая область. Значит, E это некоторое подмножество G, ну, собственно говоря, такое, что предельные точки в начале, я сейчас уже не помню. Штырь, по-моему, да, у нас был для этого. Значит, что хотя бы одна предельная точка E лежит в области G. И, соответственно, мы, значит... Ну, если у нас есть две головнорсные функции FH головнорсные в G, такие, что FH на E, тогда FH на G, ну, тогда FH на G, ну, а равно H в G. Значит, давайте еще разу. Значит, что означает, что E имеет предельную точку? Ну, можно сказать так, можно сказать так, что для любого фсела больше нуля пересечения... Ну, конечно, значит, кружочка, точнее, колечка, да, значит, такого проколотого кружочка E на течение... Ну, вот... Какая-нибудь точка, да, значит... Прекрасно все у нас области отмолады. Давай, пожалуйста, как бы вы мне эти камни будут. Ну? Разве области покрытого множества не будет? Это просто отключение. А у тебя... Я объединяюсь, у тебя может быть такая история, что у тебя множество E имеет предельную точку, но на границе. И это меня не может не устроить. То есть, пожалуйста, у тебя может быть глобошная функция, у которой по конкретному, у меня в круге, у которой по радиусу, которая, ну, у которой, ну, так сказать, ну, пожалуйста, ну, там хорошо, там будет, ну, хорошо, такая последовательность. Давай возьмем. Давай возьмем последовательность нулей, так? Давай посмотрим последовательность нулей. Заташка резку. Ну, так, чтобы она сходилась просто к граничной точке. Ну, вот к единичной, единичной, к росте. Ну, давай сажать функцию просто в, там, я не знаю, сажать нулей, там, в одну вторую, там, в одну... В одну вторую, там, одну четвертую, одну восьмую, ну, вот и так далее. То есть, если ты вот, значит, можно легко проверить, можно легко проверить. То есть, если напишешь вот такую штуку, естественно, возьмешь последовательность точек в круге с таким условием, что вот это вот сходится, единичка минус моб для н, это сходится, так? И напишешь такое бесконечное произведение. Сейчас, по-моему, мне, я могу немножко наградить, но кажется вот так. Ну, так называемое бесконечное произведение бляшки. Вот этот условием гарантирует невосходимость, исходимость головоножной функции. Вот у этой функции очевидным образом на нули во всех точках а-н. Ну, эта функция категорическая и даже девственная ноль, потому что последовательность теория, которая вот нам такая дана, она имеет предельную точку, но на границе. То есть, пожалуйста, такая ситуация возможна. Ясно, да? Я могу добавить вот в этом коэффициенте, но смысл у меня от этого не изменится. То есть, пожалуйста, у вас есть последовательность теория, что это радиальное у вас это делает, которое стремится к граничной точке, граничной для нашей области. Вот, пожалуйста, множество лежит в окна. Значит, это множество, все лежит в круге, но предельную точку имеет на границе. Она не включается. Да, и она, кстати, ношу. Поэтому, две задачи, что если у меня, условно говоря, вот точка накопления образовалась вот здесь, если точка накопления образовалась вот здесь, внутри, то такого быть уже не может, потому что вот возникла, там возникла предельная точка. Понятно, да смысл-то теория? Значит, ну, разница образим быстренько, значит, что с ней, все-таки, все-таки, что с ней можно сделать? Значит, ну, более-менее ясно, что, значит, ну, давайте посмотрим, значит, ну, подумайте, как это доказать. Хорошо, ну, вот хотя бы одно утверждение, попробуйте. Подумайте, значит, как его можно доказать, что у нас с вами есть. Значит, чем мы с вами уже можем, собственно говоря, здесь пользоваться? Как вы думаете? Ну, вот, когда мы уже обосновали, и сказал вот первый раз, что в точке накопления, если мы возьмем разность функций, то все производные будут обращаться. Почему все? До какого порядка? У вас, вы взяли разность. Значит, значит, из того, что у вас значение, ну, то есть, вы понимаете, это вариант, что вместо f, знаешь, я могу рассуждать естественную простуюсть f, которая на множестве f обращается в ноль. Хорошо, то есть, из того, что f на e равняется, в какой-то точке e равняется нулю, ну, окей, но мы не понимаем, почему, ну, наверное, сколько производных у нее может равняться? Нет, мы посмотрим, дело не на любую. Так. Да. Да, у нас будет некоторая окрестность, в которой это все не будет, она в сети себя не будет обращаться. Правильно. Вот. Ну, замечательно, в таком случае просто у нас такой, ну, в этой окрестности не должно быть точек e, а не здесь. А почему не должно быть точек e? Вы понимаете, что у вас в этой окрестности в ноль не обращается какая-то там, миллионная производная? Ну, это функция не должна обращаться. Ну, она не обращается к ноль... Что у нас это предложение в ряд? Так. Ну, посмотрим на это предложение в ряд. У нас первый его член, в любом первом нелевом его члене будет перебивать все остальные. Перебивать? Перебивать где? Ну, вот скажи... На окрестнице. По окрестнице, значит, что, мы берем по такому точку, мы берем по такому точку, то есть кое-кому, и где, да? Да. А, ты берешь... Хорошо, ты берешь, значит, мы понимаем, что R с точки А, ну, в общем случае, может быть, R штрих от А, может быть, еще, ну, какое-нибудь там, пенное от А, допустим, равное 0. Так. Что мы утверждаем больше? В каком случае, у нас функция пока, это что такое? Ну, это, типа, Z-A, что-то не имеет? Так. Ну, Z-A, какой-нибудь там, да, в как степени там, n-1, да, равная? Ну, ну, какой-то же ответ. Хорошо, договорили, в этом я верю. Нет, у нас, ну, есть азор, все разложения. У G-A, Z-A, это и есть разложение, приятное. У G-A, Z, у него первое чтение 0. Да. Значит, в какой-то окрестности он не 0. Да, G-A, не равно 0. Ну, согласен, значит, в какой-то окрестности точке А, вся G не равна 0. Вот. Замечательно. Значит, в этой окрестнице у нас нет точек в 0. Почему? Почему? По крайней мере, ну, я думаю, потому что нет точек, которые функции 0. У такого произведения будет изолировано 0. Ну, кто? А-а-а. Ну, раз F-G раскладывается в произведении двух таких функций, а G-A, в этой окрестности будет 0. Хорошо. вы, значит, договорились. Все, теперь вы проговорили то, что надо. Теперь вы проговорили то, что надо. То есть вы говорите, что G, оно в точке А не равно 0, значит, оно все не равно 0 в некоторой окрестной, и вот этот монстр, он тоже, кроме точки А, не в какой-то окрестности нигде не обращается в 0, значит, вы в обязанности не получите больше никаких проблем. Хорошо. Дело, проговорили все как надо. Согласен. 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 Теперь, смотрите, ну, значит, не ясно, что с теоремой единственности вытекает то, что мы определили вот здесь, это корректно определенная функция. Ну, как бы у меня не перекрывают эти круги, теорема единственности меня вылечит. Так. Ну, а тогда смотрите, что получается. Тогда она получается. Значит, давайте, значит, у меня есть вот эти вот, значит, ну что получается? Значит, она получается, на самом деле, значит, получается, что функция f, что функция f1 от z, что функция f1, она головоносна уже в круге какого-то большего радиуса. Правильно? Она головоносна в круге уже большего радиуса. А представляете, там, в той же точке А, ну, ну, какого-то радиуса от плюс х. Ну, нет, противоречия пока никакого нет, ну, точнее, парк через минуту, ну, то есть, теперь мы должны что делать? Теперь надо сказать, что давайте мы функцию f1 формально в другую функцию. Да, разложим грязность, два изоляции. Да, и увидим, да, что есть одинаковая система. Совершенно право. Да, иногда получается, что у нас получился ряд треорок, который сходится вне своего круглосходимости, а вот этот уровень. Совершенно верно. Значит, и так, то есть, мы, значит, разложили ряд, ну, и, соответственно, радиус больше, чем радиус сходимости, ну, а вот, значит, все плохо. Опять же, ну, непонятно. Почему? Почему ряд треорок должен сходиться во всем круге, на котором она определена? Нет, ну, потому что в любом круге, где функция голоморфа, она в этот ряд разложена. То есть, свой ряд треорок с центром в точке А. Так? Да. Дальше. Теперь, если мы посмотрим, вот, как коллега правильно сказал, а теперь давайте мы посмотрим на этот ряд треорок. Его коэффициент это просто произложенный F1, ну, с точки А, ну, соответствующий. А эти производные по определению функции то же самое, что производные F2. То есть, это тот же самый ряд. У него те же коэффициенты. Понятно? У меня есть функция голоморфа в большем круге. Я забываю пока на минуту про ее производство. У меня есть круг. Радиус в центре Тышча, радиус в центре Тышча. И в этом круге у меня есть голоморфа в большем круге. То есть, его в коже момент мы установили, что если функция голоморфа в большем круге, то она во всем этом круге... А, вряд ли его доказывали. Ну, хорошо. Напишите здесь всего пополам, если тебе хочется немножко отступить. Тихо. 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 Я забываю, но можно не дожди того, чтобы в этом круге, в котором был голоморфа, и он же в него раскладывается. Тихо. Ну да. В нем или в чуть меньшем уже не важно. В данной ситуации нам это не важно. Потому что важно, что вот смотрите, с того, что у меня вот это вот робоя в каждой точке больше нуля, в каждой точке больше нуля, то радиус сразу, то радиус, то функция хватит вот голоморфа в большем круге. Значит, то если она голоморфа на один круге радиус Р плюс Эксилон, то давайте разлагать этот телор в круге радиус Р плюс Эксилон пополам. Это все равно хватит. Вот. Но идея для этой функции получается, значит, вот, что ряд телора просто впадает с рядом телора для Эксилон пополам, потому что все определяется значениями нуля Ф1, а то же самое Эксилон в точке А. Значит, отсюда вытекает, что на границе обязана быть, вот это вот хороший вопрос, что на границе обязана быть особая точка. Значит, то есть таким образом на границе круглосходимости вот это вот радиус одиннадцати. Обязана быть. Обязана быть, а вторая точка для сумок. Значит, ну а давайте подумаем, значит, вот как они могут, значит, какие здесь могут быть истории. Значит, на секундочку, у вас у кого-нибудь есть с собой? А, нет, сейчас, по-моему... Да, четвертый листочек у кого-нибудь есть с собой? Ну так, куда что-нибудь, да? А может, через один сегодня? Или сегодня-то и идти? А ты не сдал и сдал. Подожди, а автомобиль сразу не сдал еще? Нет. Нет. Окей. У нас поездочку называли. Сейчас полную доску. А, нет, нет. Нет, нет. Ну вот, сейчас там всякую. Так. А, вот, четвертый листочек. Так. Ну, собственно говоря, ладно, значит... Ну вот, значит, давайте смотреть. В этом листочке будут, пусть в начале этого открытого статы жизни, будут смотреть все в единичном круге и... Ну вот, давайте посмотрим. Наверное, вот эта теорема, она отвечает на вот этот вопрос, ну, такой неявный вопрос, который был у нас с вами из вещественной ситуации. Помните? Ну, собственно говоря, в чем проблема? То есть, вот, где проблема, когда у вас есть нефильный ряд обойти с вещественными ээффициентами с этого вещественной точки? Вот... Вот как так бывает, почему так? Получается, что в конкретных точках интервал он сходит, а все равно у функции проблема. Ну, более-менее понятно, что вот эта теорема, она нам обещает, что просто-напросто мы глядем на вещественную прямую, только на этот ряд, вот, суженный на вещественную прямую, просто не седим из проблемную точку. То есть, она может повезти, проблемная точка может оказаться точкой вещественной, а, скорее всего, она не повезет, и она уйдет куда-нибудь из комплекса. И вот там ее... То есть, если мы, например, посмотрим уже во всем круглой исходимости, то мы с ней сдержим эту точку убить. Значит, смотрите, как совершенно очевидным образом можно разбираться... Ну, понятно, что это не эффективный алгоритм, но алгоритм. Значит, как можно разбираться... Вот здесь точка на границе круглой исходимости. Значит, как можно разбираться... особая она или нет? Значит, смотрите, мы идем по радиусу так, к этой точке. Ну, приходим... Ну, находимся где-то вот здесь. Значит, в этой точке у меня функция по-прежнему голоморстная, правильно? Значит, я могу вот с центром этой точки написать ее разложение в лентой О. Значит, у этого разложения нота В. Значит, если это точка А на границе у нас... Ну, давайте пусть на границе будет точка З, а точка В пусть будет вот здесь между ними. Значит, я могу, естественно, написать... Переразложить мою функцию F. А вот теперь я могу переразложить ряд... Ну, у меня будут скидать ленты от волны, Z-B в N. Ну, вот... Вот я ее переразложил. Естественно, для этого варианта я могу записать... Посчитать его радиус сходимости. Ну, пусть это будет какое-нибудь там... R большое B. Это радиус сходимости. Значит, ну, давайте посмотрим. Значит, что у вас может получиться? Ну, заведомо этот радиус сходимости... Значит, он легко оценивается снизу, правильно? Значит, радиус сходимости не меньше, чем расстояние до B. Потому что в этом груди функция заведомо голоморстная. То есть этот радиус R-B, он заведомо не меньше, чем модуль V-D. Вот. Но на самом деле, может так случиться, что он будет больше. Может так случиться, что он будет больше. Ну, вот если этот радиус оказался больше, если этот радиус оказался больше, то, очевидно, мы не делаем с правильной точкой. Ну, почему? Потому что тогда функция голоморстная сзакантова, если я нарисую же наоборот с центром с точки Z, но вот какой-то кружочек, который еще... сидит внутри вот этого круга с центром с точки B и радиусом это большое, то, наверное, у меня в этом круге будет голоморстная функция, которая совпадает с моей функцией исходной F внутри и как-то ее продолжает за окружность этого круга сходимости. Правильно? Ну, поэтому вот так... О, и плохой случай, когда это будет особая точка. Особая точка будет, когда R-B стремится к нулю, при B, значимемся к Z. То есть, ну, вот, конечно, такой способ проверки. Понятно, да? Ну, мы идем по радиусу и переразлагаем. То есть, как мы чувствуем приближение к особой точке? Мы чувствуем приближение к особой точке так, что у нас уменьшается радиус круглосходимости. Просто, ну, смотрите, если возьмете, например, какую-то простейшую функцию, ну, хорошо, возьмите для простоты жизни просто функцию, там, функцию единичка, там, на Z-1, да? Ну, и вы положите ее в ряд центром с нулей. Ну, будет просто-напросто сумма Z-1, да? По формуле КШ1-1, очевидно, радиус единичка. Ну, и вот вы понимаете, где у вас плохая точка, да? Это полис единичка, в котором бывает. Вот. А теперь возьмите и начните точку возложения, просто обещательный перевод, подсоедините, значит, вот у вас есть вот эта функция, да? Значит, вы взяли, то есть, ряд для нее центром с нулей, это просто сумма Z-1. Значит, в единичном круге. А теперь давайте центр разложения мы будем по вещественной айти двигать в отрицательную сторону, в отрицательную зону. Ну, ясно, что, ну, просто, если вы хотите писать теперь разложение, вам нужно написать, например, разложение этой функции в центром с точки, там, минус 1, да? Ну, естественно, вы напишите, вам нужно написать разложение по степеням Z-1. Ну, вот вы пишите, что у вас будет Z-1, там, минус 2, ну, вот, начинаете крутиться, чтобы сверосвести их к следующей прогрессии, у вас с них неизбежностью выпрыгивают двойка в коэффициентах, ну, и замечательно, что разложение в двойке, ну, что правда, да? И ждицу отъехали от особыстов. Если вы едете дальше, все, вот, рецепт не будет сдуваться, то, естественно, вот этот круг будет раздуваться. Но, значит, если вы, наоборот, начнете приближаться к единичке, то эти радиусы аналогичным образом начнут уменьшаться. И это и есть, вот, способ, как почувствовать приближение к особой точке. Значит, ну, вот, в некоторых случаях, в некоторых случаях у вас на этом будут задачи, удаются такие нагрузения. Ну, вот, значит, мы с вами легко выяснили, что, мы уже практически выяснили, да? То есть, у вас есть вот такой ряд в единичном круге, то у него единица, ну, трилляйная помещая единица, для него особая точка. То есть, так даже не надо вспоминать, что это 1 на z минус 1, да? Достаточно просто посмотреть, что в данной ситуации у вас просто не будет сходимости. Вот, ну, у вас будут два упражнения, две задачи. Одна из них касается ряда z в степени 2 в степени n, и вторая из них касается ряда z в степени n в степени n в степени n. Вот для этих двух рядов, в четвертом листочке, ну, про вот этот ряд сказано. Явно докажите, что любая точка на единичной окружности, я-то, что юридер с 81. Значит, про вот этот ряд сказано. Явно докажите, что любая точка на границе будет особой для его суммы. Здесь сказано, ну разберитесь, как он себя ведет, ну хорошо, я так немножко подсказываю, что доказывать надо ровно то же самое, надо доказывать здесь то же самое, что любая точка из нижней окружности будет особой точкой для суммы этого ряда. Вот, значит, вот пожалуйста, одна точка, и тут понятно, что одна точка, то есть возникают функции, у которых весь круг становится таким барьером. Ну, я не знаю, где это реально увидеть, здесь немножко послаждее, но повозьтесь, такие задачи достаточно поучительные. Значит, ну и, пожалуй, я вам сформулирую такое утверждение, вот из этого, так сказать, из этой серии. Утверждение такое, значит, ну вот мы подумаем, как бы с ним можно было бы справиться. Значит, вот представьте себе, что у нас есть ряд с вещественными коэффициентами. Мы откуда-то знаем, что у него радиосходимости равен единице. Утверждение такое. Значит, у нас есть ряд с вещественными коэффициентами не просто вещественными, а положительными, не отрицательными, и пусть радиосходимости этого ряда равен единице. Значит, утверждается тогда, что точка вещественной а равен единице, это особая. Ну, для особой. Да, это равен сумме АМЗП. Значит, ну вот это утверждение, так сказать, это, значит, название теоремы, это теорема Блинзгейма. Ну вот, значит, чтобы ее доказать, надо, в общем-то, воспользоваться ровно вот той идеей, значит, вот как почувствовать особую точку. Вы почувствуете через изменение радиуса при переразложении нашей функции. Значит, ну, подумайте. Значит, что наказать? А? В смысле? В какой самой? В самой основной точке. А, нет, ну как, значит, чтобы где-то раскладывать, мы должны знать, что там гламотно, да? Значит, у нас есть ряд, у нас есть степенной ряд. У него, у нас есть его круг сходимости. И мы знаем, что, что локально равномерно в этом круге сходимости, он, ну, то есть у нас есть локально равномерная сходимость в этом круге. Значит, где мы говорим, что у нас там есть головоносная функция. То есть головоносную функцию мы имеем, то есть мы, взяв любую точку внутри, мы имеем право писать, ну, спрашивать про разложение вариаций лора, так? На границе у нас мы ничего не знаем. Поэтому на там ничего, мы можем об этом думать в граничной точке. Ну, может, и когда мы хотим доказать, что она особая, давайте предположим, что она не особая, тогда мы можем предложить. Хорошо, ну, и что тогда? Хорошо, допустим. Ну, давайте. Сейчас. Угу. А у нас вообще, да, у нас получится какой-то ряд. Он должен совпадать с нашим, по сути. Ну, что ты же понимаешь? Реакция совпадает и не полностью совпадает, то есть мы с вами вот те же самые коэффициенты. Вот, то есть то, что он представляет где-то ту же самую функцию, это чуть-чуть другое, согласитесь. Ну, в том смысле, что, сейчас, надо это просто очень аккуратно сказать. Мы же, мне кажется, долго мы через месяц вспоминали, что это довольно хорошо сделано. Правильно. Вот. Ну, то есть мы знаем, что у нас есть радиосходимости. А также у нас есть вот эта вот форма наша, про то, что радиосходимость, ну, там, вверх не взлетел, чего-то там. Ну, то есть он, как бы, вот давай, у нас тоже вылетел. Сейчас. Ну, смотри, значит, ну давай, вот ты берешь, ну, все-таки, да, значит. Ну, у нас, знаешь, как бы реально у нас, я еще раз говорю, у нас, в общем-то, более-менее один способ примерно потрогать эту задачу. Знаешь, мы берем, ну, давай возьмем, давай возьмем вещественную точку пока, так? Давай возьмем вещественную точку. И давай, смотрите. Вот, смотрите, можно мне сказать? Давай. Я могу это сказать быстро и не спросила, что правильно. Ну, давай. Просто у нас один точка не особо. Тогда в какой-то медиапрестности у нас наша функция можно продолжить до низу. А, да, 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 да. Да. А, нет, это не заработается, потому что... Сейчас. Ну, хорошо, давайте попытаемся как-то, давайте попытаемся как-то здесь порассультать. Значит, давай мы вот здесь пойдем и напишем, значит, я возьму вот эту точку, так? Я возьму, естественно, значит, я возьму радиус сходильности того, что получится при переразложении в этой точке. Давай напишем, что это, давай мы его напишем, значит, что это такое. Чему равен этот R? Совершенно правильно сказалось, что там это верхний предел, корни и так далее. Да? Ну, давай вот так. Ну, единица для протяжения, это что? Это верхний предел. А, ну, что написать здесь? По ни одной степени из чего? А, ну, здесь коэффициенты Теора АН. Ну, у меня АН, я все же уже в этой точке. А это у меня будет что такое? Это у меня будет Н производная в точке Х, правильно? Да. Ну, там что, АН-пактериал, ну, еще где-то модуль, да, надо взять? Правильно? Правильно. Теперь, значит, итак, вот такой разница. Значит, теперь давай, теперь давай мы с тобой посмотрим вот на что. Теперь давай мы нарисуем все, давай нарисуем всю эту окружность. И возьмем на этой окружности, и возьмем на этой окружности какую-то точку W. Сейчас. А если у нас два вещественных гряда совпадают в какой-то окрестности? Отделана свещественная ряда, у тебя комплексная. Ну, неважно. Вроде как это будет означать, что они совпадают со всем. Вот, смотрите. Я все-таки попытаюсь сказать. Пусть у нас точка 1 не особая. Тогда в какой-то ее ответственности нашу функцию можно продолжить договор. А значит, да. Ну, то есть, хорошо. То есть, правильно, это же хорошо. Вот здесь найдете кружочек. Какая-то другая нововольственная функция, про которую мы ничего не знаем. Лишь то, что она вот здесь совпадает с нашей. Да. Замечательно. А, смотрите. Мы можем предложить этот ряд в единице. У нас может и некоторый такой ряд и ура. А вот, ну, там. Будет описано, типа, Z-1 в какой-то степени. Ну, хорошо. Ну, хорошо. То есть, ты сказал, хорошо, у тебя была эта функция Фиркей. Ты написала, что у тебя есть функция Фиркей. Знаете, есть какие-то другие коэффициенты. Ну, пусть будут, там, я не знаю, B, Z-1 веный. Ну, хорошо. Вот. Замечательно. А теперь я хочу эту скобочку раскрыть. Ну, для того, чтобы мне было приятнее. Где? Вот так пишу. Ну, так. Нет, где? В каком месте? Ну, это написано. Я хочу поставить этот ряд несколько перформацией. Так, ну, вы будете открывать его? Нет. Это восходимость понимается. А, сейчас. Ну, то, что... Ну, хорошо. Вот почему? Если у меня есть два, две ответственности... Нет. Если у меня есть ответственность, в которой два по себе расходятся, то я не могу расходиться. Во-первых, у тебя этот ряд... Вот этот ряд у тебя сходится не в полной окрестности, а только вот здесь, в кусочке. Да. Ну, ниже у меня есть два ряда, и они оба совпадают. Ну, то есть... Ну, хорошо. Потому что ты вот где-нибудь вот здесь, может быть, что-то про это скажешь. Но... И что ты про это скажешь? Понимаешь, ты же не можешь утверждать категорически, что это... Понимаешь, как бы, значит, попытка поиграть на том, что у тебя вот этот ряд сойдется в чем-то большем, а, понимаешь, отнесся, вы знаете, может быть, у этой функции где-нибудь рядом... Понимаешь, она беломорста в этом кружочке. Хорошо. Но ей никто не мешает, вот тут очень близко, это маленький кружочек, и вот тут у нее своя особенность. И дальше этот круг не раздуется. А, ну, да. А, ну, да. А, ну, да. Значит, идея здесь, ну, на самом деле, она как-то не счет. Вот, более того, ты правильно сразу сказал исходную подсылку, да, что это не счет. Значит, смотри. А теперь я хочу писать, что будет, что такое ряд... Ну, я хочу теперь находить РВВ. Значит, а РВВ, он будет находиться как? Ну, примерно так же, да? И вот, в котором вместо Х, сюда ставите точку ДВВВ. Угу. Так, хорошо, а теперь давай смотреть. Значит, что такое N-ая производная в точке ДВВ? В точке ДВВ. Ну, чисто формально. N-ая производная, значит, деленная на N факториал, да, здесь... Значит, ну, если я беру в нужной точке, то это будет что? Ну, грубо говоря, это будет ряд, который начнется с точки чего? Плюс А, приятно скажется, у Саенова, плюс... И так далее, правильно? А теперь смотри, что получается. Значит, все А у меня вещественные. Все А у меня вещественные и положительные, значит. Значит, теперь что у меня получается? Значит, получается, что я вот здесь... У меня есть некоторое вещественное число положительное, так? Значит... Теперь, когда у меня здесь вот здесь вещественные Х, смотри, вещественные Х, все вещественные. То есть ясно, что это, условно говоря, самое правое значение вот такой штуки. То есть если я беру ДВВ, которая... Ну, по-моему, естественно, они те же самые, но если я куда-то ДВВ поворачиваю, то эта штуковина будет станет только меньше. Ну, просто элементарно и геометически, да? Потому что вот эти векторами теоретически будут куда-то отворачивать. Согласны, да? То есть это не превосходит... Модули нейтральводные в вещественные точки. Ну, в общем, в принципе, в этот момент мы говорим, что мы все закончили, что мы выиграли. Если это больше единичество. Ну, значит, заведомо и любое вот это больше единичество. Понятно? Ну, а значит, битерар сходит в большем круге. Все плохо. Понятно, да? То есть более того, это совершенно аналогичным образом можно доказывать, вещественные точки. Да. Да. Так, что вы делали? Мы сказали, что... Ну, мы ограничили, значит, нашу производную. Да. Мы посмотрели производную в вещественные точки и посмотрели нашу производную в точке с аналогичным модулем, но повёрнутой. Да. И мы говорим, что за счет силы вещественности коэффициентов ряда это килограмм может только уменьшиться. А, и поэтому типа 1 единица эродыга у нас тоже не уменьшится. Ну, может только если это уменьшится. Если то, на что мы не уменьшим, то оно возрастает, значит, радиус может только увеличиться. Значит, заведомо вот этот радиус, он и определяет, как, ну, снизу, на реальный радиус сходимости круга. И если он больше единицы, то и есть больше единицы, и всё. Более того, ясно, что я могу это условие поменять на условие такое. Вещественная часть коэффициентов больше нуля, в общем, ровным счетом ничего не меняется в разговорах. Ну, опять же, обратите внимание, это только вопрос, найдите хотя бы одну точку, да? Более того, на что этот вопрос сразу отвечает? Ну, смотрите, внимательно. Ну, тут, грубо говоря, значит, пишется какая-то копеечная оценка, отделяется вещественная и мимая часть. На вещественную часть не всё равно, что там получится, а вещественная может только уменьшиться. Вот. Значит, смотрите. То есть, на самом деле, вот эта теорема, она отличается полностью на конструкцию, которая... Ну, собственно, для вещественного анализа у вас всегда была ровная ситуация. Значит, если у вас были какие-то проблемы в точках на интервале на границе интервала сходимости, то на левом конце у вас там могла обыдельно не быть условная сходимость, помните, да? Там у нас было отдельно разбираться с проверкой условной сходимости. А вот, то есть, справа могла расходиться, слева могла либо условно расходиться, либо нет. Ну, и это, собственно говоря, вот отсюда уже совершенно чётко видно. Потому что, что нам говорят, что если мы написали ряд вещественными коэффициентами, ну, хорошо, положительными, да, коэффициентами, то вот крайне правая точка автоматически особая. Значит, в ней уже всё плохо. В ней уже всё плохо. Ну, хорошо. Значит, сколько у нас ещё есть времени на сегодня? Сколько сейчас? Ну, полчаса ещё хорошо. Значит, как мы всегда тандартно делаем, значит, мы два часа говорим, потом мы дадим. Значит, у нас есть ещё полчаса. Очень хорошо. Значит, в принципе, можем все эти особенности какие-то? Все мы так можем. Ну, хорошо. Значит, у нас есть задача, ну, например, да, у нас есть задача про особенности, ну, про я, там, сумма, да, степень инфракториал. Ну, как вы таким образом найдёте все точки окружности? Ну, попробовать можно, и в конкретных примерах может сработать. И всё сработать может в конкретных примерах. Вот это, видимо, правильный ответ здесь такой. Так, ну, хорошо. Значит, что нам ещё дальше с вами не забыть? Значит, ну, давайте быстренько, значит, ретелорам. Сюда же особо, собственно говоря, и там изолированные особые тут. Так, значит, ну, что касается, значит, ретелорам. Значит, ну, значит, ретелорам достаточно простая. Значит, давайте у нас будет функция F золоморфисная. Так, ну, насколько это специальное обозначение для колечка или нет? Ну, по-моему, было. Давайте я буду писать A, малое, большое. Ну, A, T, N. Ну, значит, соответственно... И обменьшую массу, и ничего большого. Ну, чисто формально, я малое, может быть, равно 0, а большое, может быть, бесконечное. Значит, тогда утверждается. Да, ну, и давайте так же, как в ситуации с ретелором, вот только теперь уже нам разрешаются все целые N, определим ровно такие же числа коэффициенты, которые зависят от функции и от точки. Значит, это единица, деленная на 2. И интеграл. Ну, я здесь потом напишу некоторое Ро. А мне F от Z, ну, F от Z, F от Z на Z минус A в ступень R плюс 1. Ну, Ро любое между R, малое, и R, большое. Значит, тогда утверждается, что... Да и рассмотрим такой ряд. Сумма по N от минус за плюсом в конечности, ну, соответственно, оцеленная на Z за степень. То есть, ряд теперь уже пишется и по положительным, и по отрицательным степеням нашего выражения. Значит, ну, собственно говоря, утверждается, что вот этот ряд сходится в кольце локально равномерно, ну, если это к функции R. Функции R. Значит, вот такое утверждение. Ну, собственно говоря, как его доказывать? Ровно так же. Ровно так же, как и доказывалось утверждение про разложение в ряд Тейлора. Значит, ну, соответственно, вот наше колечко. Ну, естественно, берете какое-то... Меньшее колечко внутри, ну, на котором это все будет, на котором все будет тестация. Ну, и что вы, собственно, делаете? Естественно, вы функцию восстанавливаете просто по интегральной форме каше. Ну, значит, вы слышите, что R во внутренней точке, R в какой-то внутренней точке, это интеграл, ну, по соответствующей границе. Ну, этого или, давайте, чуть меньше, если не важное, кольца. R1, R2, R1. Вот так. А теперь вы берете вот это ядро, и с ним работаете следующим образом. Значит, у вас будет просто два раз... Значит, у вас точка Z внутри, R1. Значит, в этом интегрировании у вас сидит одно интегрирование, значит, по вот этой вот окружности разуется R1. То есть, значит, Z у вас может быть по модуну равен R1, и модуль Z отдельно, это R1 малый. Значит, в одной ситуации у вас модуль Z-A будет больше, чем модуль Z-A, а в другом случае у вас будет наоборот. Ага. Правильно? Давай, что будет? Так, еще раз. Взяли колечко. Да. Взяли колечко. Взяли в этом колечке голоморфную функцию. Так. Мы голоморфную букву разложили? Ну, пока не разложили. Написали вот такое, написали такое, написали формальное объединение на вот чисел. Почему сходится в равномерном? Нет, утверждение стоит. Точно отходят в локальный равномерном, а в этом кольце? Ага. Будем догадывать. А, сейчас мы не догадываемся. Да. Сейчас разберемся. Значит, хорошо, что мы... Да, и причем к F, ну, естественно. Взяли функцию F, взяли боезвольную точку внутри. Да. Написали, ну, естественно, пересели на меньший, пересели на компактное меньшее колечко, написали интегральную форму украшения. Да. Теперь я буду посмотреть на ядро этой формулы. Значит, его надо смотреть по-разному. На этой окружности и на этой окружности. Ну, почему? Потому что на этой окружности у меня модуль Z минуса больше, чем модуль Z минуса. А на внутренней, на маленькой окружности, наоборот. Ну, печально, да. Хорошо, да. Значит, хорошо. Давайте смотреть, что происходит, когда мы живем на... Значит, если модуль Z минус A, я добавлю A, равняется R1. Я вот здесь написал мискульчушку, я забыл здесь написать минус A. Вот. Значит, смотрим на большой окружности. Здесь все же ничем не отличается от того, что у нас было, когда мы писали разложение в ряд теорий. Правильно? Значит, мы просто добавляем, вычитаем точку A, но нам нужно разложение по степеням Z минус A. Значит, мы пишем, что это что? Z минус A минус Z минус A. Единица Z минус A. 1 деленное на 1 минус Z минус A. Z минус A. Правильно? У меня вот здесь модуль Z минус A меньше, чем модуль Z минус A. Вот так. Значит, вот здесь модуль Z минус A меньше, чем модуль 1. Да. Значит, это я могу сказать, что у меня просто есть сумма Z минус A в степени N на Z минус A в степени N плюс 1. Осталось подставить и проинтегрировать. А! А! Ну это здесь дело в ряд раз... Черт! Это сразу же разложение. А теперь давайте единственное разложение. Но! Это скажет повод. Мы пока что обслужили пол-интеграла. Правильно? Мы не обслужили еще интеграла по маленькому кругу. Ну? Обслужили интеграла по маленькому кругу. Что мы видим наоборот. Модуль Z минус A равняется R малая 1, а модуль Z минус A больше, чем R. Ну ясно, что здесь я буду обслуживать просто ровно наоборот. Я на пешку формально все то же самое. Z минус Z. Это и есть интеграл Z минус A минус Z минус A. Ну, обслуживаясь мы наоборот, за страхом минус это будет сумма Z минус A в степени n на Z минус A в степени n плюс 1. То есть здесь у меня тоже n от нуля до плюс бесконечности. Мы переворачиваем и увидим, что получилось ровно то, что нам надо. Да, а минус, который еще один гуляет, этот минус будет съеден вот здесь минусом, который сидит в интегрировании по границе. Потому что положительно ориентирование по границе кольца это положительно ориентированная большая окружность и минус положительно ориентированная маленькая. Правильно? Ну, собственно, и все. То есть, значит, вот, ну опять же, если функция в какой-то области, в какой-то области там есть соответствующая коричка, ну, значит, получается разложение, в соответствующем кольце. Так дальше. Значит, очевидно, что если у вас есть абстрактный, ну, такой двойной степенной ряд, то для него впишутся тоже совершенно понятным образом вот аналог кольца сходимости. Согласны? То есть, если я вам пишу просто произвольный такой двойной степенной ряд, то у него возникнет два радиуса сходимости, ну, будет кольцо. Значит, верхний большой радиус определяется в числом виде по формуле Каши и Адрамара по положительным коэффициентам. Ну, а нижний радиус определяется, ну, только против, верхний предел выражения по отрицательному посту соэффициентам. Так, что еще отсюда? Отсюда еще вытекает. Естественно, неравенство Каши уже для лорановских коэффициентов. Какое я могу написать тривиальное неравенство? Естественно, я могу написать норму R равномерную. Сейчас, сейчас. Значит, давай, если у меня есть ряд лорановых функций R, И, конечно, я делал функцию R, и такая Ц, Я её разложил в двухвотвольтопстепенной ряд. В ряду? Да, вообще так, в смысле, я не знаю. Ну, подожди, кто совпал? У нас, когда это написано, что центры это какие-то интегралы? Да. Вот, а в другой стороне, ну, вроде как, получили эфициенты вида типа 1,9... Ну, смотри, значит, вот у тебя теперь твоя функция R, она устроена как? Давай тогда возвращаемся к тому, что было. Значит, вот мы смотрим сюда. Сейчас я буду написать интеграл по положительно ориентированной окружности центра в точке A радиус F. И минус интеграл по положительно ориентированной маленькой. Ну, тут A ради на радиус, да? Такого же самого. Росты я сюда подставляю. Вот сюда я подставляю вот это выражение для вида, а сюда я подставляю вот это выражение для вида. Могу не дописывать? Окей. Значит, ну, теперь, значит, если у меня теперь для любой РО пережить просто между R и R, то мы понимаем, что коэффициент, ну, аровский коэффициент, он уже оценивается как равномерная норма позиции F на окружности с центром точки A равенится R, ну, деленная, как и в случае R, так же, как и в случае ТВ, но только здесь уже N может быть любое или все целое. Т.е. теорорские коэффициенты вот контролируемо бывают, а аровские, ну, ну, замечательные коэффициенты там, ну, контролируемо разницы. Значит, при этом, если мы написали вот такой ряд, значит, если мы написали вот этот ряд, то он как бы разваливается на сумму вот такого ряда, правильно? А вот там около T и с harmоды, вот так же, тут просто на номер бороться. Эenn scissors, вот и вот видео просто, не знаю, Н Thinking. Да, неقول aside, не кусый. А вот откуда вы меня收 они вот этого, а... А откуда я это сделал. Значит, у меня коэффициент ещё раз при любом натуральном вот... А, да! Мы теперь ум rzeczом вам что-то являемся. Да, это вот вот институтраул я по numa графской локации д0-a. Н плюс один, ну, по-моему, где-то минуса имеется ρ. Я f оценил просто максимум, а интегратор посчитал. 15 уточнил. Вот. Значит, теперь, если мы напишем вот этот ряд, ну, его можно написать, естественно, вот так. То есть вот эту часть, вот эта часть ряда лорана называется правильной частью, правильная часть, а вот эта часть называется главной. Ну, ты понимаешь, правильная – это головосная, а главная, ну, и все равно, конечно, еще по-моему, так. Смотрите, правильная часть. Значит, на самом деле здесь написано представление еще интересное какое. Если у вас есть функция головосная в кольце, то написав ее вот так и вот так, вы на самом деле написали ее как сумму функции, которая головосна внутри большого круга, но ясно, что этот ряд будет сходиться во всем круге, а вот этот ряд будет сходиться внести его маленького круга. То есть вы написали, ну, как бы развили сферу на два куска, и у вас есть одна функция, которая, ну, голомошна внутри большого круга, а другая функция, которая голомошна на сфере минус маленький круг, и ваша функция головосная в кольце стала суммой двух вот таких. Ну, и, понятно, правильная часть, это та часть, которая голомошна в большом круге, а главная часть, это та, которая как бы голомошна уходит на бесконечности. Так, значит, это есть. Ну, тут самое главное ничего не забыть, потому что тут с собой и все. Так, ну, теперь давайте говорить про особые точки из-за вершины. Значит, у нас с вами есть функция, про которую мы знаем из этих соображений, что она голомошна в проколутой отверстности точки. Значит, ну, давайте, значит, пусть у нас есть вторая точка А, но пока в открытой плоскости есть функция F, которая голомошна, ну, давайте я вот так назову ВА, значит, под В я буду всегда использовать, ну, В у нас всегда будут проколутые отверстия этой точки. То есть ВА, это формально говоря, это колечко с центром точки А, радиусом 0 и какой-то эфир. А, радиусом 0 и какой-то эфир. Значит, вот на бесконечности мы говорим, что А, это изолированная особая точка, а еще иногда добавляем разнозначного характера. Значит, почему так, мы чуть позже поймем. Ну, хотя бы вот почему. Значит, ну, простейший пример. Давайте возьмем функцию корень из Z и возьмем точку 0. Ну, то есть понятно, что ни в какой проколутой ответственности нуля, неразрезанной промышленно, у нас голомошной децикольной нет. Поэтому, значит, поэтому, с одной стороны, значит, эта точка, естественно, особая, она изолированная, потому что если вы возьмете любую точку и рядочком ответственность в ней, то все будет хорошо. Вот. А почему она? Ну, коли она заведомо неоднозначного характера, ну, просто потому что функция там неоднозначная, да? Вот. Однозначная функция. Поэтому добавляется, поэтому мы не можем говорить там про головолоскость, и чтобы вот это подчеркнуть, мы говорим про однозначный характер. Значит, эти заведомые особые точки однозначного характера, они, очевидным образом, впадаются на три класса. Значит, первое, значит, пышка называется устранимой, значит, если существует предел F от Z, то есть предел конечный. Значит, существует конечный предел в этой точке. Значит, точка A это плюс, если существует предел бесконечный. Ну, и, соответственно, третий пышка A это существенная особая точка. Ну, если понятно, не существует предела. Значит, ну, давайте несколько очевидных соображений. Значит, мы находимся в конце F, которая была вот к нам во каком-то ответственности точке A, значит, функцию там можно вложить в ее реактора. Ну, давайте напишем. Главная часть, как раз там. И правильная. То есть правильная часть и главная часть. И главная часть. Давайте посмотрим, значит, как можно описать устранимые особенности. Ну, очевидно, что свойства точки A быть устранимы, значит, эквивалентно, во-первых, тому, что главная часть, не имеет главной части. Эквивалентно F в случае A не имеет главной части. Ну, еще одно эквивалентное условие. Ну, собственно говоря, значит, функция пограничена. Да, эквивалентное, что F ограничено в одно вот таком количестве. Ну, при некотором F больше 0. Ну, можно видеть, что существует главная функция эквивалентно. Существует функция H 2-морфная, ну, в некоторой уже честной непроходовой окрестности точки A такая, что сама H равна F равна F, что F, приезжающая в проколок и окрестности, ну, в нашей окрестности V. Ну вот, давайте все эти условия быстренько проверять и доказывать. Значит, ну, собственно говоря так, из того, что точка устранима, как вы думаете, почему вследует ограниченность? Ну, конечный предел, правильно. Это очевидно, согласны? Функция имеет конечный предел, ну, утверждает, что она внутри. Отсюда, ну, давайте вот сюда. Дальше. Из этого, очевидно, вытекает, что не может быть ничего бесконечного вредного рана, потому что, как только у вас появляется хотя бы какой-нибудь отрицательный коэффициент ненулевой, то, очевидно, есть изменение бесконечности, так? Дальше. Значит, если у вас есть рана, значит, только из главной части, ну, он, очевидно, и задает, это, естественно, голомошная во всем кружочке функция, вот, и она впадает, естественно, с нашей функцией, ее рана, правильно? Ну, и опять же, если у вас есть вот такое, если у вас есть, ну, например, либо такая голомошная функция, либо такой рана, то очевидно, что в безглавной части у вас есть конечные пределы, и он просто в точности равен. Правильно? Поэтому устранимая особая точка, очень просто характеризуется. Согласны? по-русски. Пулюсы. Или пулюса. Как правильно говорить по-русски? Пулюса. 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 Главная часть, соответственно, чего я думаю, она содержит конечное число влага, ну, человек. Так, ну, хорошо, давайте пойдем, значит, губайте, когда вы еще вдруг расскажете. Так, смотрите, значит, наша функция в бесконечности, ну, вот, значит, заведомо ей найдется какая-то маленькая проколутая ответственность, в которой нет нулей, так? Значит, мы можем считать функцию единичка на f. Единичка на f, соответственно, в ней дверишься, будет трениться к нулю. Ну, соответственно, дальше, значит, для единички на f, ну, посмотрите, значит, у нас с вами функция f голоможна, и вот в этой маленькой ответственности нигде не обращается в ноль, так? Значит, единичка на f там голоможна. Значит, дальше, в точке а вот единички на f предел правильный, так, ну, устраняем, значит, до определяем. Сейчас получается функция уже голоможная, с нулем в этой точке. Значит, единичка на f у нас с вами устроена в этой ответственности следующим образом. Она имеет ноль какого-то порядка. Значит, она устроена как z минуса в ступени n умножить на некий gfz, gfz тоже не имеет нулей в этой ответственности. Ну, в общем, и все, да, значит, остается, что f у нас в этой ответственности пишется как единица на z минуса в n, ну, хорошо, я формально пишу на единицу на gfz. Единица на gfz тоже голоможная функция. Потому что g была без нулей. Уже полный метр от ответственности. Значит, ее можно вложить в бульон ястре вора. Будет какого-нибудь, там, g, n, v, z минуса в n, например, да, больше-либо равных нуля. Ну и вот тут у вас еще стоит. Ну, в одну сторону, как бы, значит, если полис, то так. Ну, а если у вас конечные главные части от Лорана, ну, очевидно, что при его равных бесконечности. И он существует. Это как бы уж так надаром проверяется. Значит, заодно. Значит, если мы с вами смотрели вот сюда, и, разумеется, мы здесь вытащили максимально возможную степень. Правильно? Эта максимальная возможная степень называется порядком полюса. Значит, порядок полюса. Ну, естественно, это максимально. Вот. Ну, значит, так. Ну, с этим, наверное, значит, с этим, наверное, разобраюсь. Ну, давайте еще такое, ну, пожалуй, утверждение, которое вы сейчас быстро докажете, и на этом закончим. Ну, значит, ну, к сожалению, вот такого. Эквалентно, потому что а полюс то, что один делить на f от z может быть продолжен договорной функцией. Ну, про полюс для окрестностей это автоматически в какую-то, да? Довоморстная мы только что проверили. Правильно? Дальше, значит, и у нее... Ну, значит, в точке а может быть не хуже, чем устранимая особенность, потому что есть конечные пределы, собственно, и все. Так. Ну, теперь давайте, значит, значит... Как мы это видим? Почему я так еще раз не буду это обогащить? Значит, еще раз. Значит, у нас с вами нет отмен, что стеница бесконечности привезет к а, да? Да. Значит, в какой-то окрестности у вас нету линия. Правильно? Хорошо. Значит, вот мы... У нас есть некоторая проколотая окрестность. Ну, пусть это... Ну, вот такую вот. Там, а, ноль, там, r, где f от z не обращается в ноль. Значит, в ней мы имеем право написать пункт единицы на f от z, и она будет голоморфна там же. А, сейчас она будет голоморфна в ноль, да, она будет голоморфна в ноль. Ну, какого к нуля? Ну, я думаю, здесь не... А! А, это а. Вот это ноль, это разница. Я понимаю, когда в ноль, а. Везде к ноль, а. Значит, дальше. Ну, так сказать, стениваем, значит, единица на f, стеница к нулю при зествии в ноль. Зачем все как? Да. Значит, на самом деле, значит, а у нас а не устранимая точка. А, значит, у нас... Это у нас уже устранимая особая точка, мы это уже знаем. Ну, собственно, я хочу ее поправить. Что мне обещает то, что устранимая особая точка? Она говорит, что существует какая-то функция h голоморфная, уже в кружочке с центром 3а родился r, но такая, что h от z, там, совпадает с единицей на f от z при... Ну, понятно, там, z не равен а. Дальше. Значит, ну так как вот эта штука стремится к нулю, то очевидно, что h от а равно нулю. h от а равно нулю. Ну и все. Значит, у него какой-то, значит, у него есть какой-то порядок нуля. h от z. h от z это единицей минус a в какой-то степени n, ну вот на эту g, которая без нули. Вот и все. Дальше. Теперь. Значит, ну и, пожалуй, последнее. Значит, такое упражнение. Значит, ну, нормально, как говорится, теория бессонковского. Если а это существенно особая точка, ну, для функции h до аморфной какой-то какого-то и ответственности точки а, то для любой, там, а большого или с крышечки найдется такая последовательность, найдется последовательность такая, что, значит, f от z ценность на лице а при z ценности является к а маленькому. Значит, ну, смотрите, это достаточно тривиально. Во-первых, надо сообразить, что всегда будут последствия, которые есть на имени бесконечности. Ну, если понятно, да, иначе не может быть существующей особенностью. Иначе была ограничена, а значит, была устранима. Правильно? Значит, всегда есть... Как дальше? Значит, если у нас есть последовательность, по которой... Окей, теперь давайте посмотрим. Если у нас была функция f, то вместе с ней мы можем рассмотреть вот такую функцию. Там, это z минус а. Ну, если для этих функ... Значит, ясно, что точка а для этих... Значит, смотрите. Давайте смотреть, чем может быть точка а для этой функции. Ну, она ясна, что она не может быть для нее устранимой. Ну, я думаю, что не может быть полусом. Ну, если бы существовало хоть какой-нибудь предел этого выражения, при z, кем ящимся ка, то ясна, что существовал бы предел этого. Вот, поэтому... Значит, для этих будет... Ну, а теперь, значит, теперь для этой функции. У меня есть, значит, у нас будет там g. А для функции g у меня а – это честная осложность. Значит, у меня есть потребительность, по которой g стремится к бесконечности. Ну, а по потребительности, по которой g стремится к бесконечности, f стремится к а. Вот и все. То есть это какое-то такое довольно злойственное утверждение. Да, упражнение долго доказать, что аналогичное утверждение будет верно, если а – это предельная точка полюсов. Упражнение, если а – это предельная точка полюсов функции f, то ревно тоже станет. Ревно тоже станет. Ну, вот, на этом давайте останавливаемся сегодня. Вот это очень. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это.